Директива номер один принималась 20 лет назад, когда регистрировался рост количества погибших граждан на производстве, в ДТП, на пожарах и при других нечастных случаях. Необходимо было принимать срочные меры, которые могли бы переломить эту тенденцию. С тех пор, конечно, ситуация кардинально изменилась, однако количество нелепых смертей и полученных травм, которые можно было бы избежать, все еще остается высоким. Довольно большая работа в городе проводится по снижению уровня травматизма и гибели людей на рабочем месте. Профилактика дает свои плоды. На протяжении последних двух лет в городе не зарегистрировано смертельных случаев на производстве. Однако травматизма, несмотря на принимаемые меры, избежать не удается. 22 несчастных случая зарегистрировано в прошлом году. Групповые несчастные случаи произошли с тремя работниками предприятия ООО «Металл», которые получили травмы в результате ДТП при возвращении с командировки на служебном автомобиле, и двумя работниками ООО «Пинский СССРЗ», которые получили ожоги при проведении сварочных работ вблизи свежеокрашенного металлического трюма, который всплывнул в результате попадания туда искры. Причиной несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в основном явилось нарушение трудовой и исполнительской дисциплины самими потерпевшими. Представители тех организаций, где они произошли, держали ответ на исполкоме. Выпиющие факты употребления спиртного на рабочем месте, которое впоследствии приводит к увечиям, в нашем городе тоже имеет место. К слову, в большинстве трагических случаев спиртное стало причиной гибели людей и на пожарах. Из семи погибших пять были в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим в городе в прошлом году в усиленном формате проводилась профилактическая работа по предупреждению пожаров и производственного травматизма. Также, как и по предотвращению ДТП, на дорогах города погибло два человека, 29 получили ранения различной степени тяжести. Безопасность на воде всегда в поле зрения при рассмотрении вопроса о реализации директивы номер один. Увы, трагедией закончилось пребывание на водоемах в прошлом году для восьми человек. Оперативную обстановку по обеспечению общественной безопасности в городе также детально проанализировали. Ведь за 2023 у нас зарегистрировано три убийства, при том, что в городе наблюдается устойчивое снижение преступности. Как видим, число погибших людей от управляемых причин все еще высоко. Подводя итог рассмотрения данного вопроса, заместитель председателя Пинского горисполкома Николай Новак отметил бесценность человеческой жизни, что нельзя останавливаться на достигнутом в вопросах профилактики юбиле людей. И впредь необходимо принимать все меры для того, чтобы свести к минимуму вероятность получения увечений пинчанами в процессе жизнедеятельности.